В Москве на Новодевичьем кладбище завершилась церемония прощания с одним из самых известных российских актеров и телеведущих Дмитрием Нагиевым, который скончался 20 августа в возрасте 56 лет. Сотни поклонников, коллег и друзей пришли отдать дань уважения артисту, который на протяжении многих лет был символом харизмы, юмора и профессионализма в российском кинематографе и телевидении. Причиной смерти Дмитрия Нагиева стало трагическое ДТП, которое произошло вечером 19 августа на одном из участков Новорижского шоссе. Актер возвращался домой после съемок нового фильма, когда его автомобиль попал в серьезную аварию. По предварительным данным, автомобиль Нагиева занесло на мокрой дороге, в результате чего он столкнулся с грузовиком, движущимся по встречной полосе. Несмотря на оперативное прибытие спасателей и врачей скорой помощи, Нагиева спасти не удалось, травмы оказались несовместимы с жизнью. Дмитрий Нагиев был не только популярным актером, но и культовой фигурой в мире российского шоу-бизнеса. Он прославился своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «Физрук», «Кухня», «Каменская», а также долгие годы вел культовое шоу-окна. Его неповторимый стиль, яркие образы и способность, превращать любые проекты в зрелищные события, сделали Нагиева любимцем публики. Церемония прощания собрала огромное количество людей, среди которых были как звезды шоу-бизнеса и кино, так и обычные граждане, которым был дорог образ Нагиева смелого, энергичного и всегда ироничного. Его коллеги по сцене и экранам, вспоминали его как доброго и внимательного человека, который всегда поддерживал других и был источником позитива. Летопись семьи Дмитрия Нагиева полна удивительных поворотов. После Первой мировой войны его дед, Гулам, спасаясь от голода, покинул Иран и вместе с семьей перебрался в Туркмению. Однако выжить удалось только ему, тогда девятилетнему мальчику. Его определили в детский дом, где он получил азербайджанскую фамилию Нагиев. Позднее Гулам женился на наполовину немки, наполовину латышки Гертруде Цопке. В молодости она была танцовщицей кардебалета Большого театра, но ради мужа уехала с ним в Ашхабад. В их семье родился отец Дмитрия, Владимир Нагиев. С материнской стороны дед актера, Захар, был известным человеком, он занимал пост первого секретаря райкома КПСС в Петрограде. Сам Дмитрий появился на свет 4 апреля 1967 года в Ленинграде. Он определяет свою национальность как русский православный человек. Родители Нагиева не имели отношения к искусству. Отец работал на оптико-механическом заводе, а мать, Людмила Захаровна, преподавала иностранные языки в военной академии связи. В семье росли еще двое детей Евгений и Наталья. Тем не менее отец Дмитрия имел некоторые отношения к театру. Родом из Туркменской ССР, в юности он играл в театре Красной Армии. Он даже пытался поступить в театральный вуз Москвы, но не прошел конкурс. После этого Владимир пошел работать на завод. Несмотря на свой неудавшийся творческий путь, он привил сыну любовь к боевым искусствам. Дмитрия записали в секцию дзюдо и самбо, однако спустя полгода его выгнали из-за частых простудных заболеваний. Это стало для Нагиева уроком. Он вернулся к спорту, и спустя время занял второе место на городском чемпионате. Там он встретил тренера, который когда-то выгнал его, и напомнил о том инциденте. Тренер не стал извиняться, а лишь отметил, что у Нагиева больше не текут сопли. Дмитрий в ответ пошутил, текут, просто я научился потирать их. В дальнейшем Нагиев стал мастером спорта по самбо и чемпионом СССР. После школы Дмитрий, поступил в Ленинградский электротехнический институт на факультет автоматики и вычислительной техники, но после выпуска отправился служить в армию. Он попал в спорт роту, однако секции самбо там не оказалось, и дослуживал он в ПВО, под Вологдой. После демобилизации Нагиев, решил исполнить мечту своего отца, и поступил в театральный вуз. Конкурс был огромным, более 150 человек на место, но Дмитрий с легкостью прошел отбор, и стал студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, ныне Российский государственный институт сценических искусств. В 1990 году, будучи студентом, Нагиев столкнулся, с серьезным испытанием ему диагностировали паралич лицевого нерва. Восстановление было долгим и трудным, но спустя полгода подвижность мышц была восстановлена. Однако фирменный прищур, ставший визитной карточкой актера, остался с ним навсегда. Свою актерскую карьеру Дмитрий Нагиев начал, еще в студенческие годы в театре «Время». Уже тогда его талант был отмечен как зрителями, так и педагогами, особенно в дипломной постановке «Чайка», где он сыграл доктора Дорна. Лев Додин высоко оценил его драматическое мастерство. Благодаря сотрудничеству театра с немецкими коллегами, Нагиева заметили иностранные режиссеры, и вскоре он провел два года в Германии, работая в театре во Франкфурте на Майне. Кинодебют Дмитрия состоялся в начале 90-х, когда он сыграл небольшую роль в криминальной драме «Палач», экранизации романа Сергея Белошникова. Однако настоящая известность пришла к нему в 1995 году, когда Нагиев появился в боевике «Экспресс до Пекина», где сыграл чеченского террориста. Этот проект стал международным, объединяя усилия российских, канадских и британских кинематографистов. Картина была задумана, как продолжение культовой трилогии, о секретном агенте Гарри Палмери с Майклом Кейном, в главной роли. В 1997 году Дмитрий снялся в военной драме «Чистилище», рассказывающей о штурме Грозного, в ходе Первой Чеченской войны. Его персонаж, полевой командир Дукус Исрапилов, стал одной из ключевых фигур в фильме, который поражал реалистичными сценами боевых действий, снятых в стиле псевдодокументалистики. Одной из знаковых ролей для Нагиева, стал образ Вахтанга Маргеладзе в сериале «Крот», режиссером которого выступил Эрнест Ясан. Прототипом этого персонажа, послужил криминальный авторитет Атари Квантришвили, убитый в Москве в середине 90-х. Не обошла стороной актера и большая классика. Нагиев вошел в актерский состав сериала «Мастер» и «Маргарита» по роману Михаила Булгакова, снятого Владимиром Бортко. Этот проект был представлен на ряде международных кинофестивалей и завоевал специальный приз жюри на МКФ в Биорице. Заметной вехой в фильмографии Дмитрия стала главная роль в приключенческом фильме «Скалоласка» и последней из «Седьмой колыбели», где он сыграл полковника Бейкера. Компанию ему на экране составила Анастасия Панина. В 2011 году на экраны вышел мелодраматический детектив «Правила маскарада», где Нагиев и Марина Александрова исполнили центральные роли. По словам Александровой, фильм раскрывал тайны людей, с которыми мы живем бок о бок, не зная их настоящих лиц. В 2012 году Дмитрий появился в популярной телекомедии «Кухня», где сыграл владельца ресторана Клод Мане. Изначально планировалось, что заведение будет называться «Гюго», а роль хозяина достанется Владимиру Крестовскому из группы «Ума Двармен», но в итоге Нагиев стал неотъемлемой частью сериала и одним из его самых запоминающихся персонажей. Одновременно с другими проектами, Дмитрий Нагиев активно снимался в популярном сериале «Физрук». В этой комедии он воплотил образ бывшего криминального авторитета 90-х по имени Олег Фомин, известного как Фома. Внезапно устроившись работать школьным учителем, Фома поражает учеников своей брутальной внешностью, дорогим авто и нестандартными педагогическими методами. По словам актера, прообразом для этой роли послужил его родной брат, который когда-то работал инструктором по билдингу и начальником охраны на дискотеке. В 2015 году Нагиев привлек внимание зрителей комедийным фильмом «Самый лучший день», где он сыграл провинциального сотрудника ДПС Петра Васютина. Для этой роли, режиссированной Жорой Крыжовниковым, Дмитрий носил парик и даже согласился закрасить несколько зубов черной краской. Три года спустя он появился в драме «Непрощенный», где перевоплотился в Виталия Калоева, чья трагическая история связана с авиакатастрофой над Бодинским озером. За эту роль Нагиев получил награду, за лучшую мужскую роль на фестивале «Хрустальный источник» в Есентуках. Позже Нагиев сыграл беспринципного олигарха Бородина в комедийном сиквеле «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». Режиссер Марис Вайсберг отметил, что вторая часть фильма стала еще более масштабной и смешной, объединяя элементы комедии, детектива и боевика. В августе 2020 года на канале СТС стартовал проект «Нагиев на карантине», в котором он рассказал о жизни знаменитости во время самоизоляции. Сериал, снятый Сариком Андреасяном, был создан в условиях пандемии, и актер признавался, что нарушал карантин, но строго соблюдал меры безопасности на съемочных вождь. «Нагиев» также исполнил роль влиятельного олигарха в фильме «Петра Буслова «Бумеранг», премьера которого откладывалась из-за пандемии. В очередной киноработе комедии «Мой папа вождь», снятой Егором Кончаловским, он сыграл главного героя Владимира Петрова, причем производство этого фильма тоже затянулось на два года из-за пандемии. В марте 2023 года актер сыграл полковника Сергея в эротической драме «Эскортница», основанной на реальных событиях в Дубае. Партнерами Нагиева по фильму стали Анастаршинбаум и Петарзекавица. Кроме того Нагиев вновь продемонстрировал свое комедийное мастерство в четырехсерийной криминальной комедии кино про бандитов, где он сыграл в паре с Михаилом Пореченковым. Премьера этой картины состоялась в июне 2023 года.